так у нас основная тема как попасть журнал традиция авангард несколько слов о журнале он стал выходить в 2018 году был пилотный номер и вот в 2019 двадцатом вышло по четыре номера сейчас 2021 уже сдан второй номер который будет апрельский июньский надеюсь что он выйдет срок мы как это дело наладили по моему вот название само за себя говорит мы постарались скрестить традиционное течение и авангардное течение вот проблема существует авангардных произведений найти нам удается не так много хотя вроде столько разных направлений авангардных но постоянно возникает дефицит на такую и прозу и поэзию и драматургию тоже вот больше конечно у нас к нам поступает и мы находим сами рукописи традиционных реалистическая проза и стихотворение тоже такие вот именно традиционные ищем хорошие верлибры но удается это сделать не часто вот мы одним из немногих журналов которые печатает драматургию из номера в номер ну наверно сам бог велел потому что мы находимся то есть я нахожусь как главный редактор в екатеринбурге здесь поэтическая драматургическая школа довольно сильная это не значит что мы только драматургов из екатеринбурга печатаем это далеко не так но здесь проходят и фестивали драматургические куда съезжают драматурги с разных с разных уголков районов россии ну и какие-то вот такие вот такие драматургические течение виднее екатеринбурге когда я жил москве то как-то драматургии вообще у меня был такой темный лес достаточно хотя и на форме молодых писателей липки постоянно присылают пьесы и я там пытался как-то отслеживать современную драматургию но в екатеринбурге это виднее и мне легче находить пьесы молодых не только молодых драматург мы пытаемся найти расширить диапазон чтобы это не были только большие города центра россии ну вот несколько номеров нам удалось номера 23 посвятить именно писателям из отдаленных регионов этой забайкалье и камчатка республики северного кавказа вот поэтому мы стремимся чтобы не было такого литературы такого вот мегаполисный такой прозы мегаполисных авторов все-таки у нас была показана такая литературная карта относительно всей россии вот как попасть журнал журнале есть адрес но с ним еще не все в порядке поэтому присылают мне на на мою личную просьбу роман сенчин собака mail.ru и он в общем указан что-то присылает мне наш директор александр гриценко еще из разных источников ну скажу так что такой самотек он как и во многих других журналов далеко и далеко не все мы берем а какие критерии вот основные отбора может быть какая-то цель и есть какая-то тематика определенную только художественный уровень конечно это главный критерий вот но это не математика чтобы расписать формулу именно произведение которое пойдет присылайте не обижайтесь на отказы присылайте другое почти каждый автор даже уже такой матерый мастеровитый в разных журналах он сталкивается часто с тем что ему отказывают то или иное произведение не подходит тому или иному журнал ссылайте в другой журнал или многими некоторыми советую найти литературную студию в городе какой-то какое-то объединение или вот литературные школы знаю что интернациональный союз писателей проводит есть такая до школа мастерства да у нас есть литературные курсы которые действительно учат писать роман за полгода это если естественно писатель хочет это сделать то есть насильно не осчастливишь как говорится то есть вы рекомендуете все таки учиться юным писателям если видишь теле дать и сейчас довольно много возможностей конечно да сами окончил литературный институт понимаю что это дело полезное вот и хорошо тоже хорошо что сейчас и онлайн так сказать довольно много таких вот курсов школ литературных это на мой взгляд это полезное дело а в чем сложность стоит редактора вот журнала вот при отборе вот с чем вы сталкиваетесь но помимо вот и того что никто у нас точнее большинство пренебрегает оформлением но что вот вас допустим может зацепить или наоборот вот какая сложность в отборе вот для вас именно как для редактора нету сложность бывает составление номера потому что бывает что подбирается проза исключительно муж мужчин авторы или в поэзии довольно часто что одни девушки женщины такое случается хочется разнообразить и поэтому я вот последний момент так сказать номер уже почти готов но ищу автора чтобы разнообразить номер и поэтому тоже принц как бы мы не говорили мы мужская и женская и проза и поэзии драматургия они отличаются довольно большая проблема это критика публицистика всегда не хватает вот этот номер который я сдал 2 вот сейчас в работу там к моему удивлению подобралось 6 материалов по критике и публицистики это довольно редкое такое явление вот а то чем журнал отличается от альманаха тем что там должна быть литературная критика иначе это просто альманах вот альманах другая уже другое печатные так скажем орган вот ну как иногда я существенно пытаюсь редактировать основном по мелочам правлю тексты вот хотят довольно часто согласовываю с авторами когда там буквально совсем мелочь что извините со всеми не могу быть постоянно на связь вот иногда текст вроде бы требует очень большой доработки и у меня возникает проблема садится ли всерьез над ним работать или вернуть автору мы иногда возвращаются тем что вот поработайте присылаете снова такие вот вот эти вот текста как вы считаете вот писателя которые присылают ну недоработанной работы масло масляное получилось чем это вот связано как вы считаете не перечитывают чем-то пренебрегают не учатся у некоторых нет просто еще опыта некоторые действительно как довольно небрежно пишут вот вот такие рукопись обычно требует очень большой работы посмотрите там черновики пушкина нам кажется что он так легко писала там все перечеркнуто и почти каждое слово заменено по два-три раз вот черновики льва толстого ну извините за такие вот сравнения но мы понимаем как давалось им вот этот у пушкина легкостью льва толстого такая тяжеловесность но в то же время художественная сила вопроса вот работать на тексту необходимо сейчас немалая часть литераторов в общем этим пренебрегают написалось отправили все то есть в принципе вот эта сильная редакторская школа которая была раньше как писали текст она канула в лету или все-таки мы можем надеяться что возобновиться вот эта работа с редактором авторы будут серьезнее относиться к тех как вы считаете ну как в общем да да я понял ваш вопрос потому что вспоминаю конец 90-х кажется что это время было такое очень мрачный ну так оно и было но толстые журналы еще были таком в тобой силе были большие редакции в отделе прозы было по несколько человек сейчас в основном это один или два человека которые даже если они очень хотят они не могут каждый номер все материалы очень так мощно редактировать вот а в журнале знамя например было три или четыре редакторов в прозе и над над моими рукописьми например мы с редактором работали ольга васильевна трунова мы прямо по нескольку раз она каждую мелочь учитывал сейчас такого вот и в журнале знамя в том числе такого нет сожалению да и тогда автор в общем столкнувшись с такими редакторами это редакторы не тираны не редакторы которые все переписывают редактор должен указывать на нелепости ошибки даже звуковые неточности иногда бывает что вроде написано нормально редактор говорит ну вот прочитайте это предложение вслух читаешь понимаешь что совершенно но да не звучит это предложение вот и когда сталкиваешься с такими редакторами потом уже как-то почти интуитивно инстинктивно 3 до своими рукописами работаешь серьезнее это точно вы свои тексты много раз переписывается раньше до работал серьезнее сейчас признаюсь что менее серьезно такой скорее всего от опыта завис достаточно опытные авторы может быть не знаю не знаю бывает сдаешь уже вещь которая тебе кажется очень вычищенной вычитанной а потом хорошо если попадется все-таки редактор который прочитает внимательно и все-таки на что-то укажет вот а когда это уже читаешь не отредактированное то есть должны какие-то быть посторонние глаза понимаете рукописи чтобы должен быть посредник между автором и читателем какой бы автор не был талантливый он все равно нуждается в таком посреднике вот и очень досадно бывает когда вещь напечатана и и перечитываешь и видишь такие вот нелепицы досадные ошибки это случается со многими многие мои так сказать товарищ по писательскому цеху они расстраиваются что нет редакторов или они не попали на редактора который был рукописи посмотрел а если постоянные авторы в журнале традиции авангард вот постоянные авторы которые вот прям из номера в номер не в нескольких номерах из номера в номер я даже при всем желании я понимаю что это неправильно что в каждом номере был были авторы так сказать любимчики хоть они многие мне симпатичны нравятся то есть несколько человек таки но несколько раз уже напечаталась дарья верясова из города абакана александр шепелев ой ой александр извините алексей шепелев алексей да 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 уже тут я в красноярске нахожусь тут уже почти ночь поэтому я немножко заговариваюсь да алексей шепелев антон секисов два или три раза был то есть есть авторы которые печатались несколько раз не так часто чтобы можно было сказать что вот из номера в номер кто-то печатается я стараюсь таки искать новых и если там выложены не все авторы связать и на на сайт там колонка авторы вот авторов у нас уже много это радует то может быть какие-то вопросы тут людей много подключалась да у нас уже 27 человек у нас есть время для вопросов пожалуйста коллеги задавайте а вы сказали что в красноярске вы на каком-то мероприятии да здесь проходит фестиваль книга ум будущее куб сокращен вот здесь много литераторов в том числе и авторы нашего журнала даниэль орлов дарья верясова еще люди дарья верясова у нас мастер-класс вела вот на днях как раз на онлайн а с чего лучше начинать автору журналов или допустим с публикации где-то в газетах может быть издать книгу в сборниках как вы считаете как лучше жаление в газетах очень мало теперь печатают и стихов и прозы и даже очерки большая редкость я в общем начинал да в газетах газетах абакана минусинска тогда еще короткий рассказ это был такой можно сказать неотъемлемая часть газета если мы посмотрим газеты пятидесятых шестидесятых годов мы увидим в газете правда известия прозу центральные газеты печатали не только это идеологически рассказано бывали настоящему художественные лирические вещи или релик лирические стихотворения были не редкостью вот сейчас газеты этого сторонятся и вообще у них даже литературе на выходит материалов очень мало я советую конечно начинать журналов потому что это хорошая до сих пор стартовая площадка и в том числе и издатели тоже просматривают журналы многие журналы дают рейтинги посещения ну то есть внимание к той или иной публикации издатель за этим следят и дать ли в общем боят своими совершенно неизвестно его должно засветиться вот или или в журналах или на каких-то литературных семинарах некоторые главные редакторы и редакторы бывают на форуме молодых писателей липкий на различных других семинарах и совещаниях молодых писателей вот и там они можно сказать тоже вылавливаются новых авторов ты издатели тоже бывают ну то есть полетно абсолютно неизвестно имя издатели обходят его раной ну это же риск выпустить книгу на книгу нужно все-таки если издательство такое серьезное на книгу она тратит довольно много денег и как правило тираж не очень маленький потому что тираж меньше тысячи экземпляров это общем убыточный для издательства тираж книга будет дорого стоит вот поэтому издатели нужно какой-то как-то где-то засветиться чтобы читатель тоже имел чтобы у читателя была был точнее чтобы писателя была своя читательская платформа коллеги это о том о чем мы говорим уже не первый год что важно чтобы вы были на виду участвовали в литературных мероприятиях издавались журналах и вот роман валерьевич как раз подчеркивает что это важно потому что уважаемое издательство тем более какой-нибудь крупная с автором которые не знаком но это черная лошадка либо выстрелить либо нет да 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 если а сейчас тут у нас уже посыпались вопросы есть гонорары за критические статьи если гонорары за критические статьи авторы платят за публикацию творчества в журнале или им платье журнал традиции авангард могу с гордостью сказать выплачивает гонорары и гонорары не сказал бы что абсолютно символически по нынешним временам это такие вот то есть обмыть публикацию можно вот почти все толстые журналы не выплачивает уже гонорары и даже именитые журналы вот поэтому на таком плачевном фоне наш журнал все-таки можно сказать тогда да 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 радует автор вот несколько авторов поэтов скажу без преувеличения то что слово поэтки это слово весомое признали что только вот в традиции авангард они получили свои первые гонорары хотя они авторы нескольких книг вот печатались в других журналах но вот они говорят да за стихи вы платите деньги для них было это такое удивление люди довольно молодые они пришли журналы стали выпускать книги когда в общем о деньгах не шло уже речь к сожалению вот опять вы развенчали миф о том что как некоторые авторы говорят платят какие-то гонорары все было при советском союзе очень давно при советском союзе горят были гонорары намного намного больше но все равно не было той свободы какая в общем есть сейчас вот все таки если мы посмотрим журналы того времени то очень редко мы найдем какие-то такие больности которые бы допускались журналах литературных еженедельников сейчас свободы больше зато гонорары или прошечные ли их нет вообще вот два вопроса на одну и ту же тематику если предпочтительные жанры или темы для публикации в вашем журнале да нет в общем все востребовано и нехватка у по сути во всем и в стихах и прозе ну как я уже сказал главный дефицит это критические статьи расширенные такие рецензии не короткие аннотации которые пишут сейчас многие литературные книжные обозреватели чтобы эта рецензия была более или менее подробной с некоторыми цитатами грубо говоря там страниц на 2 на 3 хотя бы чтобы это было отдельное произведение серьезный подход сейчас как правило под рецензиями подразумевает 3-4 абзаца коротеньких но это скорее аннотации чем в рецензии вот так я приветствую обзорные статьи проблемные пусть серди ты мой серди ты с таким с аргументами и то что все все дерьмо сейчас выходит литературы нет ничего нет если вам кажется что нет ну должна быть аргументации лучше всего это все-таки замечать что есть что нравится и почему это вам понравилось тоже аргументировать вот все-таки такое время когда хочется чтобы люди вернулись или пришли к чтению книг тут критик конечно самый главный человек из критиков писатель просто выпускает книгу или печатает свою свой рассказ или повесть и она уходит в пустоту если ее не замечает никто это делается и важны любом и рецензии и статьи до а чего не возьмет главный редактор журнала традиция авангард никогда сложена какие тексты не знаю из ну нельзя у нас как в любых других журналах матерные слова использовать вот когда они встречаются то мы с авторами обговариваем чем их заменить но это уже такой закон в общем не нами придуманный это уже как данность воспринимается то что нецензурная лексика хотя я не люблю это слово нецензурная маска бы цензуры нет вот но она не должна присутствовать нету так я хочу чтобы появлялись неожиданные форматы формы чтобы слово авангард у нас действительно было подтверждено произведение но к сожалению повторю таких произведений крайне мало пока мы соблюдаем традицию изо всех сил стараемся и авангард находите печатать не очень нам удается в одном из номеров есть то есть авангард ну то есть каждом номере есть что-то на мой взгляд недостаточно много вот в одном из номеров есть статья сергей бирюкова такой теоретик современного авангарда то очень такая интересная и полезная думаю статья все можно найти на сайте все номера которые вышли лев лапкин вас приветствует и задает вопрос какой максимальный объем критических статей вашем журнале какой максимальный объем очерка ну все-таки очень большую вещь в таком жанре мы таких жанрах мы вряд ли напечатаем но авторский лист полтора авторских листа это где-то 40 60 тысяч знаков я думаю самый такой приемлемый для очерка или для большой умной широкой статьи критической я думаю это нормально какой современный авангард что входит в это понятие по вашему мнению ну видите это понятие растяжимы никто не знает на самом деле что именно такой авангард если бы знали то это бы не было авангард само за себя говорит что это еще постоянно такой не сформировавшиеся что-то то что было авангардом когда-то стало уже традиции можно сказать вот какие-то новые формы новые формы выражения нету понятия для особенно для литературного авангарда что это именно такое может быть это даже от чего-то от стандарта может быть какого от классики скорее это не вот это куда-то куда-то не обязательно пушкина сбрасывать прохода современности хотя все поколения общем так или иначе это пытаются сделать но идти куда-то туда куда еще в общем никто не заходил или заходили очень мало литераторов печатаете ли вы тематические номера например памяти начала войны 80 лет 8 до 8 нет прямо вот тематические посвященные событиям я думаю что это неправильно для вообще журналов и для нашего журнала в частности потому что мы выходим всего четыре раза в год если мы какой-то номер посвятим тому или иному событию думают будет как-то сузит так сказать и у самую и журнал и мы пропустим в общем три месяца понимаете журнал это что такое журнал это дневник до в переводе с французского вот это дневник дневник современной литературы поэтому какие-то произведения на ту или иную тему конечно берем на не специально чтобы вот так какому-то событию какому-то приурочено я думаю что это нет это неправильно ну да уж не юбилейные произведения лучше чем юбилейные особенно когда они написаны особенно художественные вещи кто то или иной дать таких произведений было в советское время очень много создан из них остались единицы даже по заказу сердце редко бывают удачи какие а вы писали по заказу вот на какие-то юбилейные даты сами колонки иногда я пишу к юбилеем тех или иных писателей я сам выбираю персонажа пишу или ну чаще всего это такая прямо по духу скорее не юбилейная это напоминание о том или ином у забытом как правило авторе которые вот его круглая дата со дня его рождения или полукруглая дата это повод напомнить или кому-то открыть того или иного автора а какой вот недооцененный писатель по вашему мнению вот кого недооценили и считаете что к нему нужно вернуться и как-то все-таки отдать должное вот я пишу написал последнее время таком писатели как вилли патов хлеб горышин георгий семёнов такие вот полузабытые писатели которые на мой взгляд нуждаются в том чтобы их к ним вернулись или молодое поколение все-таки как-то нашло их книги пересдается очень мало нашло или в интернете или библиотеках эти книги есть как правило еще и посмотрели почитали и узнали что в прошлом все таки что это было так стоящее понимаете как многие изобретают велосипед и стилистические темы бывает прямо копируют то что уже было стоит не хочу сказать что всю всемирную литературу прочитать ну познакомиться с тем что было до до нас так скажем прямо углубляться и посвящать жизнь этому литератору не стоит ну и быть не образованным не образованным в этом плане да в этом плане литературный институт дает очень много вас прямо не заставляли читать читать и читать но мы как-то сами у нас преподаватели заражали своими лекциями потом потом мы шли в библиотеку брали читали в общежитии книги как о которых они рассказывали кто-то должен сказать что было тот этот я думаю это полезно может ли современный авангард найти отклик у массового читателя это массовая литература авангардная литература все зависит от произведения в основном конечно это для не скажу для избранных для не широкого круга читателей но когда вот такие произведения соседствуют с традиционными рассказами повестями стихотворениями то интереснее наблюдать какой какие-то полюса понимаете и человек прочитает подборку традиционных стихотворения потом перевернет страницу и обнаружить что-то авангардное может быть у него появится к этому интерес многие под авангардом воспринимают такой сплошной эксперимент совершенно часто не жизнеспособны но тут прямо опять же критерии дать невозможно что такое жизнеспособны что не жизнеспособны вот все это как-то у меня происходит часто интуитивно иногда я советуюсь иногда я полагаюсь на свой вкус вот так как вы считаете писателю нужна удача конечно конечно есть авторы которых удача пошла и они просто они даже выпускают книги но их упорно или не замечают или замечают так как-то вскользь через запятую удача это что опять же это критики которые написали о вас с жаром положительно или отрицательно когда вот я начинал публиковал первые вещи то у меня нашлись несколько недоброжелателей которые очень сердито писали моих публикациях журналах моих первых книжках вот это подогрел и ко мне интерес читателей у некоторых вот у других критиков кто-то за меня вступался и были целые такие дискуссии довольно мощные в этом тоже есть доля удачика главное для литератора самое страшное это молчание когда его публикации не замечают о них не отзываются ты из люди которые приходят прямо в отчаянии это довольно страшно если описать критическую статью с чего вы советуете начинать сначала найти книгу одну а лучше несколько которые вас или возмутили или восхитили вот и что какие эмоции у вас есть попытаться их выплеснуть на бумагу критику не обязательно в отличие от филолога литературоведа обладать все этой терминологии филологической бывают критики которые прямо всю статью усеивают такими литературоведческими и филологическими терминами что читать просто невозможно литературная критика это грудь словесности это часто практически художественное произведение которое рассказывает о другом произведении но не не только я так думаю так в общем считают довольно многие в том числе и критики и вот наталья борисовна иванова недавно в очередной раз об этом говорила на форуме молодых писателей в липках вот вот найти книги которые как-то вас не оставили равнодушными о них попытаться написать что у них общего почему-то вот эта книга вас обрадовала вот это вот расстроило и так далее так далее какие еще критерии выбора книги для удачной критической статьи наряду с тем что она эмоционально важна для критика это последний вопрос критик должен много читать это единственное что необходимо можно не знать каких-то терминов но читать нужно много и настоящий критик он прочитает 20 книг она пишет и 6 от сил вот какие-то книги вот вам показались друг на друга похожими это значит какая-то есть тенденция книги вышли в один год или там с разницей в один-два года и они или на одну тему или похожие герои вот это бывает очень часто бывает непроизвольно это не то что кто-то друг друг копирует хотя нет случается и об этом надо писать вот например там последователи гузели яхина сейчас уже предостаточно и среди мужчин писателей среди женщин вот но бывает это все не с одной стороны случайные вот идет совпадение с другой стороны это тенденция это вот как то значит общество так развивается появляются какие-то типажи которые литератор замечают и пытаются их вывести в литературе вот об этом очень интересно порассуждать статьи вот роман валерьевич спасибо вам большое я вас отпускаю спасибо что в это позднее время делили нам внимание было очень интересно и полезно